Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 25 марта По одному из календарей славяне отмечают праздник открывания Сварги По народному месяцу слову Феофан Проломи Наст Конец марта По праздничному светло, солнечно и ярко вокруг В народе считается, что на Феофана полностью сходит снег и земля оттаивает Хотя, конечно, может еще и мороз вдарить и метель разыграться Но март не декабрь Впрочем, в день этот со двора все же предпочитали далеко не уходить Находя работу по хозяйству более привлекательной, чем прогулки по сырой Испрещенные ручейками и лужицами улицы Хотя, чего горевать, скоро придет настоящее тепло Последний снег растопит, дороги подсушит Тогда гуляй не хочу Да и птиц прикормить тоже следует Для чего выходили рано утром в огород и бросали семена льна и конопли Считалось, что это поможет вырастить и собрать богатый урожай Конопля появилась на Руси намного раньше льна Ни одно другое растение не претерпевало столько страданий, превращаясь из ростка в полотно В связи с этим конопля считалась выносливым растением и наделялась функцией оберега Она активно использовалась в народной медицине Забытые коноплей, оставшиеся после уборки на полях, лечили эпилепсию Если ребенок заболевал во время эпидемии, то его обвязывали конопляной паклей, которой обмывали покойника Затем эту паклю сжигали, а ребенка мазали сажей Нитка из конопли или льна, сделанная в чистый четверг, использовалась в лечении переломов и вывихов В этот день примечали На Феофана лошадь заболеет, то все лето неработница Утром туман дорогу застилает, быть большому урожаю на коноплю, да и лен будет белый и волокнистый Туман поднимается к ненастью, падает к солнцу В некоторых славянских родах отмечают праздник открывания сварги По их традиции 25 марта происходит третье, последнее закликание весны Небесная сварга открывает свои зеленые весенние врата и к людям приходит сама богиня весна Жива Живу весну славит и зазывает каждый человек, чтущий обычаи своих богов и предков Все живое, что есть на земле, празднует победу солнечного света над холодным мраком Это один из главных весенних праздников Люди с особенным почетом относятся к нему, поскольку считают, что дух света благословляет землю и все живое на ней Солнце, выходя из-за гор, играет В этот день строго запрещено начинать всякое дело и работать на земле Потому как и боги благословляют землю и всякое дыхание, когда и птичка гнездышко не вьет В прежние времена обряды закликания весны Живы люди связывались с таянием снежного покрова и с прилетом первых весенних птиц С наступлением утра хозяйки пекут ржаное печенье в форме жаворонков и угощают им всех желающих Закликают весну, не забывая и птиц покормить рассыпчатым печеньем А птицы, что в клетках были всю холодную пору в домах, из клеток отпускаются на волю И они тоже радуются приходу весны и свободе Все играют в обрядовые игры, веселятся, танцуют и поют заклички Жаворонушки, летите! Нам зима-то надоела, много хлебушка поела Вы летите и несите весну красную, лето жаркое! Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова